Сегодня хочу заснять для вас такое интересное видео, очень познавательное, очень, ну как сказать, нужное видео для пользователей, для садово-огородных фей. Конечно же, это, как всегда, привет из солнечного Краснодара от Юли. И я надеюсь, сегодняшнее видео вам очень понравится, и вы меня, конечно, прокомментируйте, поставите мне лайк, как говорится, да? Смотрите, что я хочу сегодня вам рассказать. Я хочу представить вашему вниманию пять фракций коры лиственницы. И давайте начнем по порядку. Лиственнице я занимаюсь уже около семи лет, ну, наверное, даже семь. Как переехали мы в Краснодар, я начала поиски хорошего поставщика лиственницы. Перебрано было огромное количество. Одна из первых я начала заниматься совместными покупками в городе Краснодар. Ну и, соответственно, сейчас остановилась на одном поставщике, который, в принципе, меня устраивает и по ценам, и по качеству продукта. Ну что, начнем? Начнем мы с крупной фракции. Это фракция 10+. Сейчас я только что вот открыла мешочки, они сюда же влажные, видите, они в мешках. Как всегда, моя помощница рядом со мной. Нюта, пожелаю всем удачного дня, молодец. Как всегда, я начинаю с крупной фракции видео. Это фракция 10+, вот такие вот здесь кусочки. Фракция используется практически всегда только для декора верхней части поверхности. Если немножечко здесь вот такая вот как типа плесень, это норма. Это дерево, друзья мои, это дерево. Ну, заявляется производителем от 10 до 15% примеси в мешке, но вы видите, практически ее нет. Ну, вот несколько палочек, это же не вручную отбирается. Несколько палочек в любом случае будет мусора. Это норма. Вот остальное все абсолютно чистое. Это фракция 10+, лиственница. Видите, какая красотка. Это лиственница для декора, и она очень красиво смотрится в саду. Ее очень любят ландшафтники у нас. Поехали дальше. Фракция 5-10 сантиметров. Вот такие вот здесь, ну, как полтора спичных коробка, да? Вот такие вот здесь идут фракция такая вот. Видите, да? Тоже чистенькая, хорошенькая. Это фракция 5-10 сантиметров. Ну, вот здесь попадаются. Там такие крупненькие. Вот видите, отличие. Дальше поехали. Это средняя фракция 2-5 сантиметров, лиственница. Смотрите. Она идет на подсыпку нижнего слоя. Сверху просыпается крупная или 10+. Вот так она выглядит. Мешки полные. Мешки 60 литров. Здесь идет чуть побольше примеси мусора по причине того, что снимается слой с дерева и, соответственно, цепляется и щепка. Так, видите, да? Отличие. Поехали дальше. Это кора микс. Я ее, на самом деле, очень люблю. Миксовая фракция подходит для любой отсыпки. Она по цене такая же, как и средняя. Но, видите, средняя даже поменьше, чем микс. Здесь идет и крупная, и средняя, и мелкая фракция, как говорится, в одном флаконе. Вот такая вот. Ее тоже берут на подсыпку. Даже вот такие вот кусочки попадаются. Видите? Здесь тоже присутствует небольшое количество примеси. Но в основном чисто хорошая фракция. Так, дорогуша моя, поехали дальше. Мелкая фракция 1-2-3 сантиметра. Ну, это идет на амульчирующую подушку. Это идет под хвойные, просыпается. Просыпается под голубик. Очень много у меня берут садоводов, которые сажают себе во двор голубику и просыпают ее. Она очень хорошо подкисляет почву и сохраняет влагу, что в нашем климате просто жизненно необходимо. На 4 минуты наговорила. Надеюсь, это видео будет вам полезно, информативно. И вы будете иметь представление, какую именно кору выбрать для вашего сада. Всем привет от меня и Нюты. Нюта, Нюта, помаши хвостиком. Молодец, молодец. Всем пока-пока.